Итак, фильм за номером то ли два, то ли три. Мы попали в питомник Железов Сергеев. Мой лучший ученик, вот садовод от бога. Ну подумаешь, коровщиком работает, не хватает заработков на ипотеку, на все остальное. Его бы с руками бы оторвали бы любой институт, но пока они это делать не торопятся. Вот это вот все садил он, вот это еще садил я. Вот досюда во. Вы тут по-моему съели, а, нет, висит, сейчас покажу. Так вот, значит, вот это еще садил я. Еще до того, как мы выкупили, попросил разрешение соседки. Из-за этого косогора у нее здесь было пустое, вы поверите? У нее, у нее вот отсюда начинался огород, картошка вот тут. Это я специально, это учебный фильм. Видите, какой косогор? И я у меня в фильме, я показывал, здесь лежит снег, хоть и склон есть, но снег лежит. И здесь лежит снег. А вот здесь снега нет. То есть угол наклона к солнцу круче, тупее. И получается, что это, ну, как бы на неделю раньше весна, раз, и как бы он переносится, благодаря вот этому, ну, сколько-то, 15-20, благодаря этому он как бы переносится на юг, километров на юг. Не, не туда, где Тува-юг, а если бы он рос в этот сад, если бы он рос в Европейской России. на среднерусской равнине, то он как бы перенесся вот километров на 300, как бы, благодаря вот этому склону и падению лучей. Вот это и есть моя учеба. И тогда я соседка говорю, Снежана, дорогая, давайте я вот здесь посажу деревья, вы будете собирать плоды, а я буду отслеживать. А вот посадил, проходит год и 8 лет назад примерно. Память у меня плохая, она говорит, забирайте, гоните монету. Выкупил, а тут уже свое росло. Фотографии снимал, фильмы делал, шикарнейшие фаины королевские. Угощались визуально, только глазами ели. Вот. И подчеркиваю, этот питомник отсюда, начиная, сажал уже Сергей. Вот это все сажал Сергей. Идем глядеть. Принцип тот же. Лучше из лучей остается навсегда. Так. Вот. И как бы нам пойти так, как мне удобно. Так. Как мне удобно. Надо пройти туда. Пусть я рассказывал, надеюсь, кто-то еще услышит. Вот. Вот так остается навсегда. По-новому посажен этот самый белый налив. Угощалось с этого деревца. Вот. По-новому посажен. Смотрите, сразу превращается в, это наш принцип, сразу в матчатое дерево. Полсотни черенков гарантировано. А ему всего три года. Ну, может, четвертый. Дальше. Вот эти вот, молодой абрикосовый сад уже подоносил. Откуда он взялся? Здесь был питомник. Вот. Их не купили. Я говорю, Сережа, давай оставим нам. У нас вон тот. Вон там, вон там. Он уже довольно старый. Ему уже частично выпилен. Измельчал. Много плебеев. А вот это молодежь. Здесь королевские, военные. Вот. И баи. Вот это вот. Видите? Вот. И растет как бешеный. Вот что интересно. Хотя ему всего лет 4-5. Вот эти вот приросты. Глядите. Вот за 2 метра. Видите? Видите? Вот. Теперь. Это было оставлено навсегда. Я вас угощал. И мелбой. Я вас угощал. И, ну, к сожалению, время ушло. И квинти. Это супер сорта с Канадой. И тот, и тот. Вот. Теперь приближаемся. Ну, поэт говорил. Ну, достал. Поменял. Оказался этот самый. Ранетка. Кажется, фонарик называется. Вот. Ну и что делать? Ну, пусть растет. Вот. Не всегда рука поднимается убрать что-то лишнее. Вот здесь вот. И пошли. Вон. Сейчас я вас угощу этим. Не все сняли, оказывается. Сейчас я вас угощу супер сортом из первой пятерки. Я называю высшая лига. Первые 10 сортов лучших. Я называю высшая лига. Вот один из них. А вот это для меня новинка. Это зимний сорт. Вот. Там бюрка. Я уже название не помню. Вы знаете, почему? А это? Вот здесь вот. Смотрите. Вот. Вот один. И вот второй. Их никто не видит. А им еще висеть и висеть. Я буду ждать до упора. Потом... А, вон еще одна третья. Вот. Что за сорт? Ах. Короче, потом разберемся. И уже заранее смотрю. Ага, приросты есть. Можно заработать. Ну, на нескольких уже плоды упали. Ну, ладно, уговорили. Я вас сейчас угощаю. Этот, который я отношу к высшей лиге. Вон они падают уже, портятся. Потом соберу на семена. А вас сейчас я угощать буду. Ну, надо же удивлять. В этом году еще мелкая. Вот один. Вон парочка. Вон тот, наверное, сниму. Почему? Я кое-что заодно покажу. Вот, смотрите. Видите? Ух, как крепко держится. Я хотел показать, что его птицы грызут. Видите? То есть, это высшее качество птицедегустатора. Это... Птицедегустатор, это мое фирменное название. Я люблю давать везде свои имена. Так, теперь мне надо... Ну, что, взять земли, что ли? А, они тут в середке, потому и зеленые, что до сих пор до них солнце не доходит. Ладно, вот этот вот. Ой, красотища. Ну, возьмем его с собой, потому что сейчас пойдем снимать кино. Так, круг закончился? Нет. Я хочу вас познакомить. Мел бы там ни одной не осталось. Вот, лоба. Кажется, пару плодов еще висело. Ага, все висело. Давайте посмотрим. Ага, есть точно. Вот это лоба. Они на самом деле крупнее. Ну, еще раз говорю, год был настолько... Не буду трогать, пусть повисят еще. Это зимний сорт. Так, мел бы давно нету. Вот, она все-таки летняя. Так. А, чуть-чуть по осеннюю является вот это вот. Смотрите, я специально отрываю. Вот, смотрите. Ага, не хочет, нельзя. Иначе искалечу плодушку. Давайте вот эту попробуем. Вот эта сама отвалилась почти. Так. Ну, и что получается? Чем бы ее раз... Внутри посмотреть. В чем причина? Ладно. Но на семена пойдет. Так, теперь. А, я не сказал. Это Аленушка. Это супер шорт. Давайте еще одна. Они легко отваливаются. Осмотрели ее. Облизулись и сказали. Нам тоже нужны черенки. Аленушки. Почему? Вот, я начал собирать. Она никогда... Дальше, мельче уже никогда не будет. Так. Ну что, наверное, все на этом. А вот, лещина неожиданно первая отдыхает. В этом году много чего отдыхает. Не много, но есть такое явление. Сейчас, если что-нибудь упало с нее, вот, интересно, кто у нее забирает эти орешки. Стоит им упасть, приходишь на другое дерево. Их уже нет. Вроде белки тут нет. Белок. А, кстати, было подозрение. Только почему я их не вижу. Так. Нет, наверное, так сильно отдыхает, что я вам даже не смогу, наверное, показать. Показать. Но орешки-то были, только совсем-совсем мало. Ну-ка, кто их забрал? Ну-ка, создавайтесь. Кто орешки свиснул? Я уж хочу фильм закончить, но показать вам лещину, как ценнейший для Сибири супер-мразостойкий растение. Ну, как же мне показать-то? В прошлом году урожай весь раскупили в качестве 10-рублевых косточек плодов. Орехов. Ну, как показать-то? Ну, вот, просляпил я. Пока висели, думаю, потом упадут. Упали, нету. Упали, нету. И на дереве не задержались. Да, это мой прокол. Это мой прокол. Не могу вам показать, какие орешки. Они достаточно мелкие, но они настолько хороши. Ну, вместо одного фундука крупные там, культурные, два-три съешь. Ну, ведь наешься же. Вот. Ну, орешков нет. Санец, вот, меня не будет в этом году. Ну, жалко на грустной ноте заканчивать. Вот подрастает вот это вот сварок. Итак, два последних чека раскупили остатки. Не поверите. Считал поштучно. Это значит 35 одному. Песоцкому. Рашкаралу. Авторитетившему садоводу. И еще одному товарищу. Последнее, кажется, 85, что ли, штук. Уже штуками считал. Почему? То дерево не дало плоду. Это в прошлом году дало плоды. И это опять не дало плоду. Это не год. Это не год. Даже дикая уссурийская груша, казалось бы, бессмертная и суперплодосящая, пропускает в этом году урожай. Вот. Покажу вам буквально в считанной штуке плодов. Но это будет следующий фильм. Не совсем оптимистическая нота. Ну, что делать. Садоводство в Сибирь, однако. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...